Ну что, друзья, начинаем видео, естественно, традиционно, с нашего двора. Наши зрители нам пишут, просят почаще снимать огород. Кстати, мячики из распаковки. Вов, они все надули? Слушай, что-то грязно здесь, пыльно. Все надули, да, Вов? Да, да. Видите, они здесь играли с ними, скакали. Ну, пока что просто мячики лежат, но сегодня наверняка еще будут здесь играться. Так, чудо на огороде в ноябре месяц. Здесь отчет перед зрителями. Для тех, кто впервые видит это, мы живем в Южной Каролине, в США. У нас середина ноября. Вторая половина. И это экспериментальный огород у нас. Так как мы здесь живем недавно, решили посмотреть, можно ли здесь высаживать второй урожай. Мы слышали, по крайней мере. Огурчик! Ну, огурцы у нас, видишь, как-то это... Ничего себе. Холодновато им. Он начал поебать. Да, ну пусть будет. Ну, прохладно и короткий уже солнечный день. А еще сейчас очень сухо началась пора сухого воздуха. Нет, ну я их поливаю хорошо. Все равно им внешне тоже важно. А посмотрите на этот укроп. Сейчас я тень свою уберу. Я же ведь тоже чисто экспериментально его посадила. Я сегодня его срезала. Блин. Да. Ну, что ты его примял? Он хороший. Вот тут я сегодня срезала и суп сварила. Вкусный, нежный, мягкий. Вы представляете? Ноябрь перекатил на вторую половину, а у нас вот такой укроп. Ну и помидоры. Сейчас я вам покажу. Кстати, вот тут, мне кажется, нет помидоров. Есть. Я где-то видел. Посмотрите на эти помидорищи. Смотри. Вот этот куст точно сорт можно будет высаживать второй раз. Это черри, да? Черри. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой запах. Картошка. Где-то тут у нас была. Вот картошка выросла сама. Вот там капуста. Слушай, качан что ли уже? Маленький. Мне кажется, вообще-то это капуста, да. Капуста. Капуста проросла. Это кочерыжечку я на борщ. Когда я предыдущий раз поливал, прям пчелы были. Я поливал, и пчелы разлетелись. Вот. А вот это вот помидоры черри, тут пусто. Я ничего не прорываю, реже не делаю. Ну, просто чисто экспериментально. Если что-то будет хорошо, а нет, по крайней мере, у нас будут знания. О, опять малину. Продолжает свисти, Малина. Я думал, уже все. Не-не, еще будем есть. Мне просто интересно, до каких пор это будет? До каких пор это будет продолжаться? Базилик я весь уже срезала в зиму. Он опять растет. Так ты и розы срезала в зиму. А, да, сейчас покажу. Я не знаю, надеюсь, она не отцвела уже. Ну, петрушка, ее нужно подкармливать. Здесь у нас земля не очень хорошая. Подкормить, и она, видишь, по краям опять зеленая-зеленая. Срезаю, суп кидаю, кушаем. А укроп, скорее всего, наверное, придется, чтобы он переростком не был, срезать и заморозить. А остальное будет расти, будем свежее срезать. А замороженное будет про запас морозилки лежать. Неизвестно, как, что дальше будет. Зрители мне писали, советовали компостер приобрести. Есть специальные хорошие. Но мы пока вот туда собираем. Запаха нет никакого, нет никаких этих мошек, ничего нет. Там он, у нас типа компостера стоит. Вообще нет запаха, да, Бог? Здесь лучше трава растет, чем здесь. Кстати, да, вот смотрите, наша новая трава, пляшивая, которая местами проросла, местами нет. Где почва была плохая, там ее и толком нет. Есть, конечно, но не так, как вот тут, смотрите. Вот это место почему-то лучше всего проросло. Здесь вот затоптано, видишь, где к воде мы ходим. А вот эта сторона. Смотрите на нашу розу. Я подготовила кусты в зиму. Срезала их практически под корень. Вчера выхожу такая, думаю, что, в чем дело? А пахнет, летом она так не пахла. Она пахнет, я вот здесь стою, здесь вот она даже хорошо. Прям розовым маслом, такой сильный, аромат, все, какая красивая. У нас на днях, ну как на днях, где-то неделю назад сильно похолодало, да, и прямо осень. Резко все эти деревья зажухли, все прям пооблетело. У всех трава стала такая какая-то бледная, но у нас вот еще более-менее зеленая. И у нас здесь была какая-то аномалия с птицами. Вов, ты видел, да, это вот мы с детьми выходили, чтобы с птицами было. Я сняла, и сейчас я вставлю этот кадр, посмотрите. Такое чувство было, что в наш пятачок со всей округи все птицы слетелись. Да, и они почему-то сидели вот на двух домах, которые напротив нас, на Френковом и на нашем. И вот на этих двух еще. А остальные были пустые просто вообще, они к нам все. Вот в этот коридорчик. Да, такое чувство, как будто они со всех сторон слетелись спасаться у нас тут. Их было там десятки тысяч, их было очень много. Может быть, это не аномалия, может быть, это нормальное явление, может быть, стая просто слетелась. Вот мы здесь третий год живем, первый раз. Такого не было, да. Ставим, посмотрите, не знаю, сами думайте, что это. Так, друзья, я не могла не взять камеру, потому что у нас тут происходит что-то невероятное на улице. Во-первых, ой, мама дорогая, а что это такое? А деталей было так много, вот тут же их. И у нас тоже, да? И у нас тоже много. Смотрите, все-все крыши облепили птицы. В чем дело, я не пойму. Вообще у нас прям резко за ночь осень наступила. Посмотрите, все пожелтело, потемнело, холодно на улице. И вокруг птицы. Я вообще не понимаю, в чем смысл, почему именно наши дома. Главное, вот смотрите, на той улице нету через дорогу. Там несколько минута было очень много. И там через дорогу нет. А они все вот на наших домах. Смотрите. Смотри, мам, смотри. Да вот тут ты не видела, что здесь творится. Наше дерево полностью облетело странно. У всех еще какие-то не такие лысые деревья у нас. Короче, сейчас мы установим слову и сову из-за распаковки. Очень хочется посмотреть, как она будет выглядеть вечером. Ну, сейчас установим, потом покажем вечером. Яркость нашего переднего двора. Это вот то, о чем я говорила. Смотрите, у всех все побледнело. Трава, все опало, все такое-то. А у нас вот это вот то, чего я и хотела. Белые камни, яркие кусты, чтобы у нас все время было, знаете, ощущение не то, что лето, но мрачности вот этой вот осенне-зимней не было. Ну и трава здесь, видите, такая пляшистая. Но все равно издалека чувство есть вот это вот салатовости и зеленой травки. Несколько листочек. Ага. Да. Так, где мы будем эту сову ставить? Вот там. Вот там? Я предлагаю, да. Ну, давай, правда, а то у нас здесь все. А тут скоро у нас камелия зацветет и будет еще сова орать. Я надеюсь, мы не будем мешать это соседям нашим жить. Я не буду на шум включать. А я хотела ее посмотреть, как она будет шуметь, пугать людей. Воров, вернее. Так, ее вообще надо на ствол ставить. Когда мы поймем, что она нам нравится и мы хотим ее у нас видеть здесь. Хотя мне она очень нравится. В отверстие надо будет какой-то кол вбить и ее поставить на кол. Вот. Почему мне орать? Вот, заорал. Ну-ка, давай, поставь ее, я хочу понять, насколько это будет шумно издали. Так, а где воры Ивов обычно ходят? Вот здесь. Чтобы эффект был. Ладно, надо подальше чуть от куста, я думаю, ее поставить. Вот. И... Ну, наверное, да, пока звук нам будет выключить. Ну и давай, сейчас стемнеет, когда снимем, посмотрим, как она тут, какой эффект будет производить. Выключи, гаси ее пока, она сейчас так и будет орать. Соседи полицию вызовут. Скажут, мы мучаем животных. Слушай, она так и будет вертеть башкой. Ну да. В темноте снимем ее, посмотрим, со звуком в темноте, насколько будет ей весело. Ну что, друзья, как видите, погода у нас изменилась. Все-таки осень, и такое здесь тоже бывает. И сразу так все на улице мрачно, да? Хочете добавить, к сожалению. Ну да. Ну и так как у нас предстоит впереди День Благодарения, мы с детьми составили список, меню, что будет у нас на праздничном столе и что нужно купить. Самое главное, что у детей заказ гусь. Да, и Коля мне уже несколько дней подряд. Он специи там уже подобрал. Когда едем, мол, обязательно купите гуся, но если не будет гуся, купите утку, но если не найдете утку, купите курточку. Да, он мне не говорил, что про утку, он мне говорил, что это индейку тогда или курицу, тогда уже все равно. Ну и я начала интересоваться, ну где здесь можно купить гуся. Ну на фермах, скорее всего, где-то, может быть какие-то рынки мексиканские. Я там как-то боюсь покупать. Вот. А в супермаркетах я так узнала, что, возможно, минимум стоит 100 долларов и выше. Так где-то в районе 200. Я Коле сказала, он так огорчился. Ну типа это... Не, ну в принципе мы могли бы себе позволить этого гуся, да? Ну если уж сильно хочется и дети ни разу гуся не ели. Дешевле ружье купите, лайсенс охотничьей подстрелить. Только здесь жесткое. А в магазине такой химический. Весь это мягенький. Ну одним словом, мы сейчас едем по магазинам покупать на праздничный стол все. Ну скорее всего продукты. Я не думаю, что у нас непродуктовое что-то будет. И вас с собой берем в такую вот унылую погоду. Извините, мы не заказываем погоду. Поэтому солнышком вас сегодня не порадуем. Да, я тоже иногда люблю. У меня здесь бывает такая погода редко, поэтому она не успевает. Не надоест, не как-то... В радость. Кстати, сегодня вторник. День Благодарения будет в четверг. Мы сейчас, я надеюсь, попадем в то окошко, когда еще не будет толп в магазине. Плюс на улице дождик. Будем надеяться, что мы по-быстренькому везде проедем. Сегодня не должно быть толп. Во-первых, погода. Во-вторых, учебный день. Рабочий день. Поэтому я надеюсь, что мы наоборот попадем, когда не будет много людей. На этой неделе дети учатся только два дня, понедельник, вторник. А со среды по следующий понедельник, ну как, по воскресенье. Пять дней праздничные выходные. В основном все или уезжают куда-то в отпуск, так как у американцев у них... Две недели, наверное, максимум, да, обычно вот по американским стандартам на работах дают в год. В зависимости от стажа на каждом месте работы у тебя возрастает количество дней. Но никто не берет сразу там три недели, четыре недели. Стараются брать как-то вот несколько раз в году. Насколько я знаю, что две недели. Поэтому любые праздники, любые вот это вот окошечко, где можно куда-то съездить, отдохнуть с семьей, американцы используют по полной программе. Поэтому сейчас впереди праздничные дни... В школах, кстати, мало машин, да? Разъехались все уже, детей, видимо. Было мало машин сегодня? Ну, да. Меньше? Было меньше, чем обычно. То есть часть уже берут два дня школьных, учебных вот этих у детей и едут куда-то там в отпуск на День Благодарения. Ну, а большая часть празднует дома, в кругу семьи День Благодарения. Мне кажется, даже есть только близкие друзья, да, собираются? Это чисто семейный вообще праздник. Я считаю, что это вообще абсолютно семейный праздник, равно как и Рождество. Вот, скажем, наши соседи, которые напротив нас живут, опять родители, видимо, родители ее. И они на каждые праздники у них здесь проводят. И вот вчера они опять появились. Ну да, там собираются родители, братья, сестры, все вместе объединяются. Это ужин с индейкой. Индейка – это основное блюдо на столе. До сегодняшнего года у нас тоже индейка была практически, да, всегда, да. Вот, ну, в этом году решили изменить традиции. Индейка как-то не очень хочется в этом году. Так подожди, надо еще найти. Ну, в любом случае мы еще вот этих маленьких цыплят посмотрим, которые, мне кажется, классно их обжарить. Они такие нежные, сочные. Главное, они готовятся недолгенько, а и трава. Да. Вот, одним словом, будем надеяться, что сейчас в магазинах будет не так много народа. Почему мы сегодня выехали? Чтобы завтра дети дома. И у всех дети дома. И все поедут по магазинам закупаться на праздничный стол. И завтра будет кошмар на дороге в магазинах. Унылая пора от чая-очарования. И здесь так прям все как-то мрачно. Мы приехали в магазин Lidl. Посмотрим. У нас здесь немножко совсем список небольшой. Как всегда происходит. Я приезжаю в магазин и вспоминаю. А, еще нужно было этот список то записать. Почему Вова меньше покупает всегда? Потому что он на ходу не вспоминает, чего он не до этого. Надо. Не, у меня еще есть эти макентоши. Они в этом году долго продаются. В прошлом году мы их не застали. Яблоки макентоши. Возьмем-ка огурчиков маленьких. Я думаю, у нас на огороде появится один вот такой. Да, я думаю, что огурцы не появятся у нас уже. Возьмем одно вот это. У нас как-то после ковида вся семья разлюбила огурцы. Ну так можно куда-нибудь положить чуть-чуть. Ну и хлебушек. Ну наш кислый. Где он? Вот он, наверное, да? Одна буханочка только. Ну нам больше не надо. С кислой закваской немецкий. Ржаной хлеб. Так, завязок как всегда нет. Слушайте, в какой-то момент он там начал стоить, ну как, 6 долларов. Представляете, когда вот инфляция началась. Мы в шоке в таком были. А сейчас вроде скинули опять. Вот что дети заказывали. Я думала в этом Сэмси купить. А может быть здесь купить печенье глазированное. Я не знаю. Или в Сэмси. Дети, они прямо это обязательно им на праздничный стол какой-нибудь. Или вот такое. Мне кажется, мы в Костке этого увидим. Нет, в Костке точно нет. В Сэмси есть. Там огромная коробка. Ну давай здесь возьмем. Я думаю, что вот этого хватит на праздничный стол. Дети зачем-то заказали красный лук вот этот. Или какой он фиолетовый какой. Хватит вот этого, как ты думаешь, да? Не знаю, для чего, для какого блюда. Вот индейки подаются. По долу 60 грн. Кстати, хорошая цена. Но я не знаю. Если мы индейки не найдем, тогда возьмем или в Костке, или в Сэмси, да? Да. Потому что индейки в последнюю очередь мы будем рассматривать. Кстати, ветчина, обязательный этот, атрибут, стола на день благодарения. Везде на селе и в огромных количествах. У нас дома есть, брать не будем. Кефир. Только здесь мы его всегда покупаем. Он здесь самый лучший цен на него. 3,48 и это нормально. Не на рождественский стол молоко. Коля просил Хоулу ему взять один разок. Это... Как хорошо, в магазине не так много людей, да? Как хорошо, что мы сегодня поехали, а не завтра. А то было бы столпотворение. Так, нам нужно найти теперь газировку. Это то, что надо. Это как это? Детское шампанское еще дети называют. Здесь тоже. А, ну здесь у нас замороженное, да? Короче, сначала замороженное, да, продают. Потому что оно не... Да, молодое. Там свежее, а здесь замороженное. Дело в том, что до дня благодарения ей не разморозится уже. И поэтому ее так скинули в цене, наверное, я не знаю. Сначала замороженную покупают за неделю, чтобы она разморозилась. А перед... А что нельзя ее куда-нибудь в микроволновку положить где-то, где простят? Да нет, воп. Вот рождественский отдел. И здесь разные немецкие рождественские вкусняшки. Но мы это будем потом покупать. Они не обязательно немецкие. Ну вот, кстати, пряники. Давай, наверное, беленькие вот такие пряники возьмем. Надо будет потом приехать после Дня Благодарения здесь тоже что-то подкупить. Ближе к Рождеству. Рождественские вкусняшки. Слушай, а что вот это такое? Эти, как их... Козьи дайки? Да нет, это не финики, а так... Или финики. Есть. Сладости, короче, с грецкими орехами. Я думаю, что тут полезная штука. Сладко. Возьми, попробуй. Вот эта газировка получается. Давай хотя бы парочку такие возьмем. Мы обычно смесь берем. Это чистый виноградный. Давай парочку возьмем таких. Потом еще наверняка нет яблочные увидим. 3,29 за бутылку. А вот и яблочные. Сидор называется, но это безалкогольная. Парочку? Да. На. Спасибо. Все, на праздничный стол можно накрывать, да, печенье, пряники, газированный сок и лук. Пришли за одним специями, но я нашла другие. У меня уже заканчивается... Это как вот, чабрец, да, по-русски? Лаврушка и почем где-то ее взяла? 10 листочков в 3,39. Смотри, что это покупает? Поля нас любит специями озадачивать. Какие-то китайские должны быть специи. Может быть, надо в китайский магазин. Я даже не знаю, есть ли он где-то здесь или нет. В немецком мы-то ничего такого не нашли, мне кажется. Чили-микс. Должны быть какие-то чайнис. Ну что, мы не нашли чайнис в немецком магазине. Китайского ничего. Идем платить и едем дальше. Вова пошел платить. Я хочу показать, какие букетики здесь продаются на Рождество. Шишки натуральные, не пластиковые. 12 долларов. А этот 8. Это German style, да? Вова расплачивается. Я его здесь стою, жду. Кстати, в этом магазине очень много немцев закупаются. Прямо на немецком разговаривают. У нас же здесь немецкое производство. Прямо рядом совсем заводы BMW. Еще какие-то. Ну, короче, куча всяких заводов немецких у нас рядом. Поэтому немецкая речь здесь нередкое явление. Так, все, здесь закупились. Теперь следующее у нас по пути два интернациональных магазина. Один так и называется, International Food. Там продаются наши продукты. Обязательно, обязательно на праздничный стол бутерброды со шпротами. И я, главное, не инициатор этого. Дети почему-то считают, что их надо на праздник делать обязательно. Поэтому заедем сейчас за шпротами. И в Алди там посмотрим. Кстати, мы здесь цыплят не посмотрели. Да здесь их никогда нет. Да, мне кажется, здесь бывают. Ну и в другой немецкий магазин. А Алди теперь будут кромыхать у нас бутылки, да? Ну, хорошо. Настроение, да? Позвякивать там. Должно же быть хоть какое-то настроение. А в Алде будем искать гуся, утку там, чего еще можно. Шоколад. Главное, чтобы мы хоть что-то купили. А то мы сейчас докатаемся, нигде ничего не купим. Ну, что-нибудь там не точно купим. Самое главное, что для наших детей вместе, все вместе готовить, всеми, это и есть часть праздника. Для них вот эта вот атмосфера, то, что мы вместе готовить, накрывать, то есть это часть праздничной атмосферы для них. Потом какой-нибудь вместе фильм посмотреть. Чистить что-то, нарезать. Да, мы вместе болтаем, музыку какую-то можем включить. Весь этот процесс для них и есть часть праздника. Вот что самое удивительное. Здесь мы уже снимали наш магазин, бразильский магазин. Ну, в бразильский мы не пойдем. А в наш забежим, возьмем шпроты и макарончики. Это лапшу, вермишельку немецкую. Их можно было в лиде. Нет, в лиде не такая вкусная, как здесь. Кстати, на мне кардиганчик из распаковки. Нет, это все-таки... Да, 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 из распаковки палета. То, что мне достался кашемировый кардиганчик. Так, все, купили. Я в шоке от этих цен. Баночка шпрот 5,29. Давай покажу, какие. Смотрите, вот такая баночка шпрот 5,29. Макароны 4,29, по-моему, за вот этот пакетик. Там полкило немецкие. Цены космические. Все-таки, наверное, в Спартанбурге наши магазины, наверное, все-таки там пониже цены. Там, по-моему, шпроты не по 5,29. Но там и банка поменьше. Ну, одним словом, как-то в Спакене мы жили. Там наш магазин был. По-моему, Киев, да, назывался? Да, Киев. Да, там были Киев, Мариуполь, Одесса. А, да, да, да. И там как-то цены были пониже. Может быть, сейчас тоже повысились в связи со всеми этими событиями в мире. Я не знаю. Но прям вот здесь какие-то совсем баснословные цены на все на это. 2,99 обычно, да, баночка шпрот здесь в Америке стоила. А это 5,29. Кошмар. Я уже 2 минуты жалуюсь. Просто у них совсем нет конкурентов здесь. Да. Чем ехать с Порт-Анбург, из Гринвилла. Раньше вот этот европейский маркет это был, европейный маркет. Много их было. И там как-то были цены поскромнее. Ну да, 40 минут или там 50 ехать. Если у тебя много, да, большая закупка, то это одно. А вот так вот за шпротами только заехать, то это совсем другое. Ну и рядышком здесь Алди. Тоже наш. Европейский. Обычно мы сюда заезжаем за шоколадом. Кстати, а давай клубничный шоколад посмотрим. Все запаркувано. Потому что здесь вот этот немецкий клубничный шоколад, он только здесь продается вкусный. Можно было бы купить. Ну и мы чисто сюда за гусями, за утками, за дичью. Это единственное место в Америке, где чтобы взять тележку, надо заплатить 25 центов. Ну как, потом же ты его и заберешь, да? Чтобы не украли. Так непривычно в Америке вот эта вот система, систему видеть. Так, вот, ну тебе рубашка тоже из распаковки попалась нам. Да, одна из тридцать до сих, совсем недавно. Длинная, хорошая. Что мы ищем? Мясной отдел. Да, мясной. Ну и так я сейчас что-нибудь по пути увижу. Мне вообще надо глаза завязывать и не давать смотреть по сторонам. О чем, кстати, гранаты? Доллар 29 за штуку. А у нас такие вкусные, значительно дешевле. У нас огромные сладкие-сладкие соком. Огромная граната, сладкого-сладкого сока. Да. Соковыжималка из распаковки отлично работает. Недорогая, но супер просто работает. Здесь перед Рождеством, конечно, в этом магазине изобилие немецких сладостей. Так, и где здесь он клубничный? Есть медовый, соленый, этот алманд. А нам нужно клубничный. Так, такой надо взять, да? Такой, ну, можно. Вот ты меня искушаешься, мне нельзя. Я когда такой вижу, я его беру и съедаю. Я тебе и не дам. А я сама беру. И опять начинает набирать. Мы зашли за клубничным. Надо взять. Он меня даже не слышит. Я такой люблю. Да я знаю, острый, перцовый, горький шоколад. Мятный. Это что-то там кремовое. Вот он, я докопалась. Я нашла. Два, да, только. Вот они, клубничный йогурт. Такая вкуснятина. Дети сметут очень быстро. 2,65. Это очень хорошая цена для шоколада немецкого. Слушай, а вот какие-то пеномбаторовые чашечки. Это аналог, наверное, то, что вот здесь ризи или как они там называются. Вот эти вкусные. Вот эти я себе возьму. Это вот мое. То детям. Это тебе. Че покрепче, острее. Здесь в холодильнике, кстати, можно что-то найти. Наверное, ну, это ветчина. Органическая турка. Индейка 3,49 запан. Почем, кстати, за индейку, за целую и органическую? 41 доллар. Да, это нормально. А вот, смотрите, сейчас хочу просто тену найти. Замороженная, неорганическая. Почем за целую? 32. Лучше он поменьше размером и органическую не замороженную взять. Вот утка. Мне кажется, надо утку обязательно взять. Она успеет разморозить. 3,69 за паунт. 21,22 доллара утка. Я думаю, что мы ее в любом случае возьмем. Найдем ли ему гуся или нет. А вот маленькие курочки, да, цыплята. Это, наверное, даже за штуку, да? 5,29 за штуку. Они обычно в кустке по 3 продают. Но неизвестно, есть ли там или нет. Давай возьмем штучки 3-4. Давай 3 штучки возьмем. Сколько? Ну, 3-4. 34. Дети наши смеются. Сейчас мы еще и гуся найдем, и у нас получится ферма целая. Я думаю, 3 хватит. Внутри так голодный. Голодный, прочее. Что есть хочешь? Ну, все, мы больше ничего не нашли. Я слышала, что гусь должен быть где-то здесь. Может быть, паблок столько. Будем индейку брать эту органическую или нет? Тебе решать. Я не с большой стороны. Пошли на нее, я посмотрю. Так, решили, что все-таки возьмем органическую одну индейку. Давай самую маленькую выберем. Мне кажется, вот самая маленькая. Так, да, на 37 долларов вот такая вот индейка. 10 получше. У меня же, говорит, птицеферму набрали. Индейку, утку, цыплят, но не нашли гуся. Коля будет расстроен, а мы ему вывалим, скажем, на, готовь специи. Давай специи здесь посмотрим. Может быть, здесь мы найдем китайские. С этим магазином он меньше знакомый. А, кстати, вот картошка меленькая. Маленькая, да? Ну, мы пюре будем делать, дети вроде хотели, я не знаю. А, ну ладно. Если только, знаешь, запечь ее со специями вместе, там, не знаю. Пошли. Не нужно, у нас пюре будет. Сейчас будем пытаться совершить чудо, найти китайские специи в немецком магазине. Мне кажется, это надо по пути посмотреть наверняка где-нибудь здесь рядом есть китайский магазин. Наверняка надо это сделать, просто заказать онлайн, и вам пришлют. А, скорее всего, китайские специи в китайском магазине другие продаются. Скорее всего, это название именно... Тогда сейчас сядем в машину и посмотрим, может быть, где-нибудь по пути нам попадется. Ну, вот это у нас все есть. Вот все, что вот я вижу, по отдельности специи продаются, которые не микс. У нас дома все есть. Редко захожу в общественные туалеты, а это захотелось. Думаю, дай-ка я загляну, посмотрю в немецком магазине туалеты. Чистенько пахнет. В Южной Каролине очень часто в супермаркетах грязные туалеты и воняет. Как это ребенка можно поменять здесь? Подгузники. Туалет не выглядит новым, но все пахнет чистенько. Пока у нас с тобой слишком странные покупки. Птицы, шоколад. Ну, а теперь едем в основные магазины Сэмс и Коска. Там тоже не очень большие списки у нас, но если я еду, то потребности сразу возрастают. То увидишь, все увидишь. Магазин Сэмс Клаб первый на нашем пути из клабхаузов. Так, для тех, кто не знает, Сэмс Клаб это волмартовский аналог Коска. Я надеюсь, я нормально объяснила и почему. Я теперь расскажу людям, что такое волмар и что такое хоска. И про аналоги не забудь. Ну, а здесь как-то сегодня народу побольше, как никогда. Вот, смотри, то, что мы давно хотели приобрести, только у нас уже экран есть. Это этот, прожектор, колонка и экран. Мулитеатр. 149 долларов. Может, у детей спросить, может быть, им такой подарок? Надо спросить. А вот, смотри, фаерпит, который, как у нас из распаковки, да? Это точно такой. А что, он такой дорогой, да? Нет, мне кажется, он сейчас дешевле, чем обычный. Да? А мы ни разу не попользовались. Надо купить уже баллоны на день благодарения. Он там как-то за шторками стоит потихонечку и молча. Ну, и, конечно, штука хорошая. Я испугалась сначала, не пойму, кто это едет. Робот-уборщик. Дожили. До чего дошел прогресс. Мы идем сразу в выпечку, потому что здесь у нас дети заказали. Мы пришли раз точно. Слушай, а может быть, они вкусно лучше, вкусно вкуснее. Здесь вкусно? Нет, вкусно вкуснее. Там их может не быть. Да, это вот аргумент. Пошли вкусняшки здесь брать. Дети заказали вкусняшки из Сэмса. Пирог дети больше не хотят. Заказали тирамису. Нам очень понравилось. Совершенно не сладкий, очень вкусный. Тирамису. Шоколадный торт они заказали. Какой-то здесь возьмем или в Костка. Вот этот? Ну да, наверное, этот. Или вот сверху какой-то. Мне кажется, такой уже. Нет, здесь многослойный, а там... А, или то же самое. То же самое. Давай пройдемся, посмотрим, какие здесь тортики еще есть. А вот это что? Это с клубничкой. Какой-то молочный страубери. Клубнично-молочный какой-то торт. Вот видите, шоколадный заказали. Пойдем там дальше посмотрим. Дальше уже ничего нет. Морковный торт. Ну, вон шоколадный большой. Но я не думаю, что они этот имел в виду. Он наверняка сладкий-сладкий. Стоим, думаем-думаем. Вот предлагает в Костка взять. Там наверняка должен быть какой-то шоколадный, да? Да. Что-то, правда, хорошо выглядит. Хорошо. А это что такое? О, какие-то тыквенные шарики со специями. Сладкие. Слушай, а у них сейчас на сейле печенье, а мы уже купили. Давай еще вот такие возьмем. Тыквенные. Надеюсь, это не со специями. 5,98. Сейчас, посмотрите, 5 долларов скидка на них. Это какой-то джинджер-бред, что ли? Огромные два печенья. И покрытые какой-то глазурью. Видишь, на день благодарения. Первый раз такое вижу. Да, это какой-то куки-кейт. Да. А вот браунис, наверное, какой-нибудь, да? Да. Надо купить копченую рыбку. Вот, убирай. А вон там что это? Это, наверное, самим нарезать, да? Вот смокт селмон тоже, да. И вот смокт селмон. А уже нарезанная, да? Ну, может, такой взять? Или он замороженный? Да, какой-то подмороженный, мне кажется. Получается, что здесь только вот этот выбор. Давай, наверное, который всегда берем. Или ту попробуем? Я не знаю. Давай вот эту возьмем и не будем выпендриваться. Ой. Хочется, глянь, две никак не разделяются. Хотят, чтобы я две взяла. А теперь у нас колбасная закупка. До этого дичи покупали, теперь колбаса. Салями надо, папирони. Ты что взял? Хард салями. Не, это очень невкусно. Здесь, наверное, папирони салями, только целые колбаски. А, вот папирони. Да, это для пиццы. Никита будет наверняка что-нибудь готовить на выходных. Так. Давай колбасы. Не, колбасы посмотрим. Сыр тертый нужен вообще нам. Чеддер. Полин. А, пармезан. Не чеддер, а пармезан. Да, и тот, и другой надо. Пармезан. А какой здесь объем? 680 грамм. Наверное, здесь все-таки выгоднее, чем целый брусок. Нет, тот, который в бруске, я покупаю в Костко, он тоже вкусный. Кстати, вот эти вот три колбаски можно взять и в Костко, если найдем что-нибудь другое. 12,98. Здесь, короче, смесь итальянские с салями, сушеные, сухие, со специями, с черным перцем и сладкое даже есть. Сколько раз ела, ни разу сладкую из них не пловала. Не доставалось. Не, ни разу не было сладкой среди них. Слушай, а может быть здесь, какой здесь объем? 12 месяцев. А в Костко 24, 28 унций. Тут даже выгоднее. 6,58 за пауз. Это самая выгодная цена, да? Давай, возьмем, попробуем? Давай. Вот, смотри, нарезочка у них сейчас на цель. Ну, у нас сыр, в принципе, есть. Здесь какой-то один из них будет такой сладкий, по-моему. Пошел за яйцами. Вы уже все знаете, что мы яйца исключительно здесь покупаем. Давай-ка сметану возьмем, а? У нас еще есть, но, скорее всего, понадобится. Слушай, а прям чистый, здесь есть свой какой-то, да? Самсклабовский. Мы ни разу не брали его, да? Вот кто-то распечатал. Наверное, то же самое все. Вот известный бренд. Да не знаю. Нет, наверное, не нужно. Я просто потому, что здесь, глянь, сейчас на сейле. Какая скидка. 66 центов. А это что? Ветчина? Ага. Да, ветчина. Ну, еще чеддер тертый. О, он двойной тоже, да? Тут два. Ну, пусть будет два, но они небольшие. Как раз хватит, Коля, на приготовление блюда праздничного. Так, все, едем в Костка. Едем в Костка. Ну, и мы приехали в Костка. Сегодня здесь много будет народу, потому что в День Благодарения закрыт магазин. Другие магазины с утра до обеда будут работать, а вот Костка работать не будет. А здесь очень много чего люди покупают. Поэтому сегодня-завтра здесь будет ужасная толпа. Это точно. Ехали на заправку, а здесь то ли в машине у кого-то, то ли это на заправке музыка рождественская. Кстати, у нас каждый год рождественское радио было с ноября до января. О, кстати, там заправляется. А в этом году почему-то нет. Почем? 2,74. О, почти за так. За фри. Значит, и бесплатно катаемся. Слушай, Вов, ведь сейчас после Дня Благодарения сразу везде елки будут все ставить. Некоторые уже поставили. Ну, и мы в эти выходные будем? Или в следующие? Давайте. Почему нет? Просто музыка-то играет рождественская. У меня прям такое настроение. Как музыка может так поднять настроение праздничное? Может. Я, кстати, раньше планировала, как буду елку наряжать, какие там цвета. А сейчас уже все. Теперь дети решают, как, что. Они там проявляют инициативу. Ну, и предоставляем возможность. В конце концов, пока дети им это радость приносят. Что-то полицейские сегодня. А они контролируют, когда большие вот эти вот трафики полицейские здесь контролируют все эти движения. Запарковались где-то, не знаю, в Новоусмане. Как Вова говорит, из дома пешком быстрее дошли бы. Еле парковку нашли. Кошмар. А еще странно. Вот у нас пока они елки в Костоке, помнишь, продавались. А здесь нет елок, да? Пока я не вкрылся. Даже на входе очередь. Да, ну, ты чуть не въехал. Это первый раз, когда в Костка народу столько же, сколько в Сэмсклабе. Или даже меньше, да? Да нет, народу много. А здесь, мне кажется, зритель уже наизу знает эту Костка. Здесь у нас картошка, морковка. Ну, это вот такие там овощи. Чисто. А чем, кстати, картошка перед праздниками? 6 долларов. О, хорошо. Когда-то она за 11 даже здесь продавалась. Сейчас пробежимся. Грибы. О, что такие грибы дешевые? Лисички есть. Лисички. А что с ними? За 15-16 долларов зовут? Я не знаю. Мне кажется, я их даже никогда в жизни не пробовал. Я пробовала. За 16 долларов такая маленькая коробочка. Мне это лисичка в перегорло станет. Так. Давай морковку. Зелень, как всегда. Так, салат у нас есть. У нас дома полно фруктов. Овощи есть, помидоры, огурцы купили. Зелень взяли. Я уже 10 кругов обошла. Морковку еще не нашла. Лок не нашел? Нет. Кошмар. Так, батоны для бутербродов. Это тот случай, когда Костка подвел. Нет батонов. Нету морковки. А мы в Сэмси не купили. Ну, хоть эти. Бегглс. Может, какие батонечки взяты? Да нет, они со шпротами невкусные. Блин, вообще со шпротами. Я уверена была, что здесь батон купил. Столько магазинов объехал, и все на Костку оставили. О, здесь, смотри, и такое тирамису. И шоколадное, столько видов тортиков. А вон что, тоже тирамису домой. Да, тирамису очень много. Так, вы, надеюсь, дети имели в виду вот такой шоколадный торт. Я что-нибудь не уточнила. Давай такой возьмем. Костка в спаке не продавалась. С салями такая, знаешь, она покрытая белым чем-то. Большая палка. Да. Вот это вот нравится Лизе. Она такую просила. Но я здесь ни разу ее не видела в этой местности. Мне здесь ни разу и нет. Давай посмотрим, какие здесь колбаски есть. Вы, кстати, морковку не нашли. Я так рассчитывала. У меня столько блюд будет из морковки. Вот она не такая вкусная. Давай ее возьмем на всякий случай. Потому что я не уверена, что мы другое что-то здесь найдем. Смотрите, какие равиоли с курицей и с сыром. На сейле 8,99 можно взять. Давай, наверное, две пачки. Потому что что это на нашу семью? Пока на сейле наберем. Вот они эти, да, колбаски. Они тоже на сейле 8,99. Давай такие-такие набирать. А те, наверное, ту, наверное, с салями уберем лучше нарезанную. Потому что она не очень вкусная. Вот эти вот, которые целые, колбаски, их только перед днем благодарения продают. И видите, на сейле здесь получается 3 колбаски маленьких, 8,99 ассорти. Вот еще, кстати, какие-то равиоли, пельмени с лобстером. Сейчас на большой скидке. Что, давай возьмем, попробуем упаковочку тоже. Приехали за одним, как всегда, берем другое. Смотрите, перед праздником готовое все продается. Готовая еда. Мы сейчас здесь возьмем одну штучку готовую, очень вкусную. Уже готовые ребрышки только в духовку поставь и все. У нас выходные будут длинные. Может взять? Да. Пюрешку, конечно, мы сами сделаем. Видите, можно пюрешку даже готовую же купить, запечь ее и все. Даже кусочки масла. Да. Я не нашла эту мексиканскую штучку. Давай еще раз посмотрим. Вот там. Это сырные макароны. Вот это тоже что-то здесь, рыба что ли какая-то. Нет, это не то. Ты видел, сколько сейчас продается готовой уже еды и сколько ее разбирают? То есть люди на праздники не заморачиваются. И именно из-за этого нет того мексиканского лоточка. Нам так понравилось. Да, просто места, наверное, для него нет. Он сейчас не в тему. Хочется еще что-то из замороженного взять. Давай, наверное, мороженое возьмем на палочке шоколадное немецкое. И вот это традиционно продается. День Благодарения. Эти, как их называют-то? Ай. Как они? Заварные? Или как? Забыла. Как-то французское название. Эклеры. И мы всегда берем на День Благодарения. Это у нас по традиции. Так, подожди, это какой-то не тот. Бекон нам нужен. Коля, у нас будет осеннее блюдо. Дня Благодаревская, да, с беконом делать. Ты круто, я сказала, Дня Благодаревская. Майонеза. Банку на выходные. Переходим на величины. Не, на самом деле мы столько много майонеза не едим. Но сейчас мы будем готовить много праздники и все такое. И весь его съедим. Сама себя противоречит. Ладно, я просто уже это устала. Пойдем еще. Батоны не нашли. Нету батонов. Так вот на косточку положились. Так, подожди. Пошли, вернемся, хлеб возьмем. А, а это не здесь, да? Вот этот, не? Да, вот он. Овсяный. Как-то мы первый раз так скромно. Да, к чему же еще перед праздниками. Так мы в Сэмси набрали телеву. И морковку не взяли. Я теперь буду это мучиться. Мне морковка необходима просто. Я хотела и корейскую морковку сделать. И салат такой чесночный с сыром, с курицей. Кого встретили? Татьяна. Слушай, ну кого-кого тебя не ожидали почему-то увидеть в Костке? Ты всегда по домам, по домам все продаешь. Я тоже хочу иметь праздник, как и вы, праздновать, приготовиться. Мы очень рада вас видеть. А где тележка твоя? Татьяна. А, окей. Ну все, Татьяна, с наступающими. Отпускаем тебя. Праздник, вокруг праздник. И сразу так. Настроение поднимается, да? 100 долларов. Пузырик. Вот так вот. Морковка практически основной продукт для праздничного стола. После картошки. После картошки. Морковки не купили, но кошмар. Столько магазинов заехали. Ну и, как говорится, мотим и едем. Пока Вова расплачивается на кассе, хочу вас немножечко окунуть в рождественскую атмосферу. Цветочки. Постоянно их продают перед рождеством. Живые цветы вот эти. Они на рождество становятся красными. 15 долларов. Это в основном все покупают для подарков. В гости идут на рождество и дарят вместо букета. Ну и дома можно как украшение поставить. 15 долларов. Недорого, красиво. И хватит еще не на одно рождество. И вот еще за 35 долларов подарочный вариант. Это уже дерево. Кстати, туя, да? Живая туя. Здесь какие-то плющи какой-то подсажены. Игрушки. Симпатично, кстати, как подарок. Да и вообще дома вот так вот поставить. Ну и погодка такая, да? Пахнет, кстати, выпечкой с корицей. Да, вот эта вот выпечка костовская вкусная. Вот в Костка из американских супермаркетов, мне кажется, самая вкусная выпечка всегда. Кто кого собьет? Вот Вова Мерина или Мерин Вову. И главное, она еще высказала, что там нет. Да, вот, кстати, вот чем отличается Южная Каролина от штата Вашингтон? Там бы человек сразу сказал, ой, сори, сори, а эта продолжает ехать на меня и что-то. Вот здесь, чтобы тебя пропустили на дороге пешехода. Надо выскочить под колеса. И тогда ударят под тормозом и затормозят. Может. Да. Как-то вот с этим здесь все не очень хорошо. Но погода здесь все равно лучше. Несмотря на то, что сейчас вот так. Погода перекрывает здесь все. Да. И недостаток. Пока дойдешь до машины, промоклишь насквозь. Нормально, не жалко. Да, зато потом, когда домой приедем, зайдем в дом, скажем, ой, как хорошо. Как хорошо дома. Да, регулировщики, глянь, даже стоят. Такого всроду здесь я не видела. Ну, иначе невозможно было бы проехать тогда. Да. Потому что вот этот знак стоп, он бы просто стоял мертвым таким вот, знаешь, трафиком. А еще здесь интересно. Здесь по воскресеньям возле церкви, да, эти регулировщики стоят и машины полицейские. Если ты выезжаешь в то время, когда люди или приезжают в церковь, или выезжают после службы, то прям перекрываются, да, они на этой дороге. Потому что церкви огромные есть. Машин, 500-600 машин выезжают, представляешь. А в Спокине такого не было? В одном месте я видел, на Саус-Хилле такое. Ну, мне кажется, это было возле еврейской синагоги, когда-то там что-то, буза какая-то против евреев была. По-моему, так. А вот так вот, это, видимо, чисто религиозный штат, наверное, поэтому, да, здесь все очень серьезно к этому относятся. Возле школ здесь всегда полицейские есть. И возле церквей, и возле Костка. Надеюсь, благодарение. Если хочешь развиваться и завести нормальные знакомства, иди в церковь. Без этого здесь сложнее. Все, едем домой, будем готовиться к празднику. Кстати, у американцев еще, помимо того, что можно купить полуготовые продукты, кстати, вкусная вот эта еда, да? Это готовая, Костовская. То есть там в, как сказать, в лотке из фольги приготовлено какое-то блюдо, ты его только в духовку ставишь. Это не как полуфабрикаты, там, знаете, куда добавляется куча химии, чтобы это сохранилось как можно дольше блюдо. А вот это, можно сказать, что это домашняя еда. Вот я недавно покупала это, то, что лазанью, ты пробовал? В том, как мексиканскую, которую мы искали. Мексиканскую пробовал. Вот эта вот мексиканская смесь такая, да. Там слоями идет курица, грибы, сыр, еще что-то, овощи какие-то, соус какой-то. И это для того, чтобы на лепешку потом, на эту мексиканскую, на буррито, как называется, лепешка? Лепешка мексиканская. Короче, это все накладываешь, заворачиваешь, как блинчик, и ешь. Это так вкусно. Ну, и я к тому веду, что американцы на День Благодарения готовый, уже собранный вот такой обед покупают. Чтобы не готовить. Ну, не все, конечно, но многие. Да, и очень много таких, даже в обычном супермаркете можно заранее заказать обед. Там индейка, картошка, картошка-пюре, соус, салат картофельный, ну, и, короче, хэм, еще что-то там. Если в ресторане в каком-нибудь готовый обед праздничный заказать вот такой, типа, как на День Благодарения, то на нашу семью это будет минимум 250 долларов, а может быть и больше. Мы сейчас больше потратили, в районе 600, да? Я не знаю. Ну, мы на много дней купили, там, видишь, даже ребрышки купили, то есть на все выходные. Мы на 5 дней купили. Да. Не на один этот ужин, обед. Ну, что, друзья, Вова мне напомнил снять вечером нашу сову, заодно Диснейленд сниму. Как у нас вечером тут красиво. Папульчик, тебя тут чуть-чуть видно. Так, ну, а что она не горит? Ты выключила ее, что ли? Надо найти. А, то есть она так бестолку не будет, да, тут это? Нет, она бестолку не будет. Ну, давай. А звук включен сейчас? Звук выключен, да? Нет, она только вот глазами. Ну, давай звук, что ли, включим, что ли? Глазами, что ли? Это все ерунда. Надо проверить ее, как она ночью орать будет хоть раз. Что-то она долго реагирует. Слабовато, слабовато. Проснись, охрана. Эх, рано встает охрана. Ну, посмотрим, как она будет реагировать. Посмотрим. Да не выключай, пусть она один разок поэту ночью повеселит всех. Звук. Ладно. Ну, все, давай на этом заканчивать наше видео. На улицах холодно уже. Всем всего доброго, друзья. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok